В канун Нового года в Севастополе вот уже более 20 лет проводятся соревнования для самых маленьких туристов, краеведов и ориентировщиков. Городской центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий к этому празднику готовится не один день. Все сотрудники центра участвуют в разработке сценария и закрепляются за конкретными участками работы. Кому-то достается роль в сценической постановке, кто-то несет тяжкое бремя технического директора сцены, костюмера, звуковика, художника-оформителя или визажиста. На таком празднике трудно сразу определить, кто его организатор. То ли кружок художественной самодеятельности, то ли театр. На этот раз в сценических образах оказались многие сотрудники и старшие воспитанники туристической секции. Король и принцесса, принцы-женихи, разбойники и трубадуры, бременские музыканты изрядно посмешили участников предстоящего забега. Всего на старт вышло чуть больше 200 ребят из различных школ города. Большая их часть – кружковцы центра. Они имеют опыт походов, экскурсий и даже соревнований по ориентированию. Но для некоторых ребят в этот день состоялся дебют в работе с компасом и картой. Спортивное ориентирование – это мой любимый вид спорта. Я им занимаюсь уже около пяти лет. Я за всю свою беговую жизнь достиг уже больших результатов. Занимал и первые, и третьи места, и последние даже иногда бывало. Спортивное ориентирование – это полезно для здоровья. И мы ходим в походы, это классно. Спортивное ориентирование – очень интересный вид спорта. Тем, что много узнаешь полезного о природе, и также развиваешь свой интеллект. Иной раз помогает даже на уроках, особенно на географии. Мне этот вид спорта нравится больше всего, потому что для здоровья полезно. В учебе помогает. Я занимаюсь уже спортивным ориентированием третий год. Меня заинтересовал один мальчик, и я потом стал в нем участвовать. В нем интересно. Бегаешь по лесу, занимаешь хорошие места, гуляешь по разным городам. Мне очень нравится спортивное ориентирование, потому что каждый раз, когда мы приезжаем на соревнования, там разные карты, новая местность, интересные, новые друзья. Сегодня у нас проходит приз Деда Мороза. Это традиционный такой окончание года, последний старт по ориентированию. Проводят центр туризма и экскурсий. Детей, вы сами видите, сколько здесь много. И это, можно сказать, здесь дети, которые вообще первый раз только произойдут. И которые, в общем-то, потом начинают потихонечку заниматься уже более серьезным ориентированием. Старшее поколение сейчас развлекает детей, ставит дистанцию. Ну вот, таким вот образом завершаем Новый год. Дорожки и аллейки Парка Победы вычерчены на карте с высокой точностью и без компаса обходились почти все бегуны. Контрольные пункты располагались высоко над землей и читали с большого расстояния. Отметки с цветными карандашами в карточках затруднений не вызывали. Все участники соревнований были разбиты на возрастные группы и стартовали раздельно. На финише сладкие призы ждали не только победителей и призеров, но всех, кто смог дойти до финиша. Лидеры забега после финиша рассказывали, как им легко бежалось, как просто было искать контрольные пункты. Аутсайдеры, в свою очередь, говорили о сложности дистанции. Но и они были в хорошем настроении. Праздник спорта, праздник туризма для самых маленьких удался. Да и погода всемирно способствовала хорошему настроению и спортсменов, и организаторов соревнований. Центр туризма, краеведения, спорта и экскурсии со своими воспитанниками встречает Новый год. Здесь, в Парке Победы, мы для них проводим соревнования, шоу-соревнования по спортивному ориентированию. Заявилось около 200 человек. Все ребята любят эти соревнования, любят этот праздник. Они ждут чего-то неожиданного. И наши выпускники устроили им тут игры, поздравления сказочных героев. И, как всегда, оправдали наши ожидания. Очередной, наверное, уже 25-й праздник Деда Мороза. До многих 90-х годов мы начали проводить соревнования, как итоговое соревнование наших ориентировщиков, туристов в конце года, в преддверии праздника. И это, получается, праздник у нас. Дистанция нормальная, хорошая, легко бежать. Ну, мне понравилось. Веселые старты. Много людей, правда, было, но все равно мы справились, как бы. Вырвали победу из этих рук. Дистанция была очень легкая. Я прибежала самая первая. Легко было найти КП, потому что их как будто на одной поляне были расставлены. Очень легко. Мне понравилось бегать. Не очень тяжелая, конечно, дистанция, но хорошо. Впереди у ребят зимние рождественские каникулы и новые старты в спортивном ориентировании. Уже с 9 по 12 января в районе урочища Ласпи пройдут международные соревнования по ориентированию «Рождественские старты». Заявки на участие в этих соревнованиях подали спортсмены и клубы со всей Украины и из многих регионов России. И севастопольские мальчишки и девчонки смогут принять в них участие. А в апреле главный старт школьных команд по спортивному ориентированию – «Севастопольский подснежник». А вот в этом старте по традиции примут участие и ветераны спорта. Преемственность поколений и передача спортивного опыта происходит не на словах, а на деле. Участие в веселом новогоднем старте приняли около 200 мальчишек и девчонок из многих школ города. Парк Победы. Здесь можно не только ставить торговые точки, но и укреплять здоровье. Сегодня праздник получился не только новогодним, но и спортивным.